Дорогие мои, Евангелие должно, понимаешь, сегодня много слов. Понимаешь, красивых слов все стали какими-то, не знаю, виртуальными проповедниками. Но слова одно, также должны быть дела, действия. Очень важно. У меня в сердце есть одна очень хорошая тема, я хочу говорить. Недавно мне там отправили отрывок одного популярного проповедника. Говорит, мы не понимаем, что он говорит, что ты скажешь насчет этого. Он якобы там делает прямой эфир, говорит, что Бог сегодня молчит. Говорит, что ты скажешь об этом? Ну, что скажу? Я говорю, скажу все, о чем я думаю. На самом деле, Бог молчит сегодня или говорит больше, чем никогда раньше? Я назову тему сегодня. Бог, Он говорит больше, чем никогда раньше. Бог, Он говорит. Бог, Он не молчит. Якобы, Бог сегодня молчит. Люди, когда говорят, что Бог молчат, они застряли в Ветхом Завете. Давайте мы сейчас разберемся по порядку, по словам. Не поймутся, но по порядку. Бог молчит или нет? В Ветхом Завете Бог молчал. Даже Слово Божие, говорит, было редкостью, было редкостью Слово Божие. Почему? Давайте разберемся, почему Бог молчал в Ветхом Завете, но не в новом. Давайте посмотрим. История царства. Был такой священник. Или. Он был священником, он был судей, он был пророком. Он настолько отрезал себя от реальности Божьей, что он перестал уже понимать духовного от физического. Да. Он настолько уже не жил в Божьей реальности, он уже путал все. Настолько он был далек от Бога. Я скажу, почему. И в чем была причина, что Бог молчал? Я, ну, в кавычках. Что даже женщина, Анна, молится. Он подходит, говорит, ты пьяная. Представляете. Это священник Божий. Это представитель. Бога. Уже не разбирается. Духовного. Не отличает физическое от духовного. К сожалению, сегодня у нас таких, куча таких лидеров, что перестали, как Илья, отличать физическое от духовного. Горе. Горе. Просто горе. Прикинь. Если эти ребята не слушают Бога, а их-то, на них сидят кучу людей. Представляешь, куда ведут? И этот компромиссный Илья, священник, знаешь, ничего нового под солнцем. Все повторяется. Этот компромиссный священник, который был наполнен компромиссом, страхом, гуманизмом, казалось бы, толерантностью, и боялся называть вещи своими именами. Он не мог обличать своих детей, этих наглых детей, которые насиловали женщин у стен храма, которые отобрали у людей жертву, резали кусок мяса и готовили себе кушать. А их отец компромиссный, боязливый, не упрекал, не обличал. Только дети мои, что вы там говорите, слюхи до вас доходят, такие плохие. Понимаешь? Запомни. Говорит, а что? Говорит, слушай, этот человек, который выступает, якобы Бог молчит. Говорит, это он выдает свое за действительное. Это его жизнь, это его мирок. Это его компромиссное состояние. Компромиссное состояние отупляет тебя. Отупляет человека. Компромиссное состояние, когда ты набрал много, и хочешь людям, людей угодить, и Богу, и грех перестаешь назвать греху, и людишь кучу толпу, потому что, если ты не будешь угодить толпу, толпа будет перестануть тебя лайковать, лайкнуть. И потеряешь аудиторию. Поэтому лучше сказать, Бог молчит. Бог не молчит. Почему в те дни были редкостью Слово Божие? Да потому что сам священник, сам слуга Божий, не слуга народа, а слуга Бога, он жил в компромиссе. И этот компромисс образовал стены между ним и Богом. Люди, когда перестают слышать Бога, тогда, когда они начинают жить в компромиссе, перестают называть вещи своими именами. Почему? Потому что потеряют свои лайки. Поэтому Бог поднимает новое поколение без компромиссов. Без компромиссов. Потому что много получают от людей, едят от людей, а не от Бога. Поэтому они должны такие проповеди, прямые эфиры делать, сказать, Бог молчит. Это глупость. Бог никогда не молчал. Бог всегда говорит. Если ты не слышишь, сегодня это твое компромиссное состояние создал просто, что? Стену. И этот человек, священник, он из-за компромисса, он не вел себя достойно. Он себя не вел, как священник. Он себя вел просто, боязливо, компромиссно. Но он, Бог его поставил, священником. Благодаря Богу, все, что он имел, он благодаря Богу имел это. Понимаешь? Но он отрекся от Бога. Поэтому Бог молчал. На самом деле, Бог так говорил. Просто он не мог больше слушать Бога. Он не мог из-за компромиссного сердца. Я этим людям говорю, слушай, ну это его мир, это его мирок. Просто он так хочет преподнести, он это так видит. Это его реальность. Это не божественная реальность. Это не божественная реальность. Я по слову докажу, что Бог в Новом Завете никогда не перестал говорить. Да, да, да. Если во Ветхом Завете из-за греха, если и в Ветхом Завете из-за греха, из-за греха, слушайте, из-за греха, если в Ветхом Завете человек не мог услышать голос Бога, если в Ветхом Завете человек не мог видеть Бога из-за греха, из-за компромиссности, компромиссность это греховная жизнь, это угождение людям, потому что от людей он получает свой кусок, а не от Бога, эти люди перестают слушать Бога, эти люди не живут в реальности Божьей, эти люди живут в своей реальности, и, к сожалению, этот мусор навязывает на народ, это страшно, ребята, это страшно, когда человек не может отличать, молится ли она или она пьяная, вот такие у нас лидеры сегодня, дорогие мои, представляете, ничего нового под солнцем, но опять, слово говорит, это будет, это будет, сегодня Бог не молчит, сегодня как раз Бог и говорит, ребята, Бог говорит, но почему не слышат люди, да потому что они заелись, они приелись, они в компромиссах живут, поэтому они не Бога, не состояния, как это Ильи не слышал, так же они не состояния слышать. эти служители двадцать, не знаю, первого века, слава Богу за новое поколение, которое некомпромиссно, и что случилось, он потерял все из-за компромиссного сердца, если бы он отлупил бы своих сыновей, демонстративно, называл бы вещи своими именами, если бы он судил бы своих сыновей, его сыновья бы не умерли, понимаешь, запомни, компромиссное состояние, всегда призывает смерть, да, ты можешь называть это атакой дьявола, да, это атака, из-за компромиссного теплого состояния, поэтому Иисус говорит, я приду и выплюну тебя из моих уст, ты не горяч и не холоде, Бог сегодня говорит, Бог сегодня говорит больше, чем вчера, больше, чем в Ветхом Завете, да Бог никогда и не молчал, мы часто называем Бог, это как потоки живых вод, вода течет, вода не останавливается, если Бог бы остановился, пошла бы стагнация и к вакушке появились бы в этих водах, и эта вода превратилась что, в болото, поэтому Бог сегодня говорит больше, чем вчера, да, 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 и тем более сейчас, Он еще больше говорит войной, голодой, всяким морой, Он говорит, народ, покайтесь, народ, идите за мной, бодрствуйте, хватит жить с грехи, хватит по ночам сидеть, смотреть эти порно-сайты, хватит слушай воровать, хватит, остановитесь, Он говорит, остановитесь, что говорит Новый Завет, что говорит Бог в Новом Завете, Бог говорит или нет, мы слышим такие фразы, говорят, не оставлю, не покину, скажи мне, раньше было 90-х, мода, это, вот это была такая, некая такая харизматическая линия, у них была так мода, потом перестали, а потом сейчас опять вот возник, говорит, Бог уже полгода как со мной не разговаривает, я в пустыне, это твои мозги в пустыне, да, бывает пустыня порой, но в пустыне всегда, слушай, Бог говорил, то в сильное, то в другом месте, алло, я в пустыне, сегодня ты не сможешь это сказать, Бог молчит, если ты сегодня не сможешь приносить жертвоприношение, кровь козлов и тельцов, так же ты не сможешь называть, что сегодня Бог молчит, сегодня Бог не молчит, Он сказал, я не оставлю, не покину тебя, если ты чувствуешь покинутый, тогда ты компромиссный служитель, тебе надо покаяться в этом, ты набрал просто, ты стал хомяком, ты потолстел, как это Илия, из-за своего веса он просто упал и умер, покаяться надо этим жирным служителям, почему, да потому что Он говорит сегодня, Он как никогда говорит, Он всегда говорил и будет говорить и в Новом Завете, Он говорит, я не оставлю, не покину, если ты себя чувствуешь покинутым, из-за твоего греха, грех, грех он становится чем? Стеной, грех он становится стеной, поэтому люди не могут слышать и видеть Бога, компромиссность, знаешь, что грех так не назовешь, это компромиссность, ну немножечко, немножечко, чуть-чуть, вот это приводит в состояние коллапса, это приводит в состояние стагнации, а Слово Божие говорит, не покину, не оставлю, скажи, что это не так, скажи, что это не так, Бог врет, пожалуйста, напиши, либо да, либо нет, я прошу, я хочу увидеть твой комментарий, Бог, Он врет, Он сказал, не покину, не оставлю, другое, слава Богу, конечно, не врет, другое, Слово Божие горит, 1 Коринфянам 3, там, 16-17, говорит, разве вы не знаете, что вы храм Духа Святого? Вау! Что? В Ветхом Завете не было этой опции? Нет, даже у пророков не было этой опции. В Ветхом Завете что случалось? Дух Святой сходил на пророков, они наполнялись и они пророчествовали, но Дух Святой не мог жить в них, почему? Потому что кровь козлов и тельцов всего лишь покрывала грех, да, 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 всего лишь покрывала грех, но кровь Христа, Он однажды, 9-12 евреев, Он однажды вошел в Святой Святых, принес вечное искупление, слушай, вечное, напиши просто вечное, сейчас ты поймешь, куда я тебя виду, вечное, Он принес вечное искупление. Если в Ветхом Завете было лимиты, а в Новом уже нет, то есть Он вечно ходатайствует перед Богом, кровь Христа вечно ходатайствует перед Отцом, вечно, почему? Чтобы Он никогда не молчал, чтобы Он никогда не молчал, Он говорит. Если бы Он перестал говорить сейчас, это противоречило бы Слову Божьему. Поэтому каждый свои колокольны продает, чтобы лайки не потерять. Бог говорит, слушай, напиши, пожалуйста, я хочу, чтобы ты сегодня поучаствовал так, хотя бы так. Ты являешься храмом Божиим, либо да, либо нет. Если да, я хочу, чтобы ты написал, да, я храм Духа Святого. Но если ты храм Духа Святого, слушай, 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 ты не общежитие, ты храм. В тебе живет кто? Дух самого Бога Богов. Царь царей. То есть в тебе вечно. Если даже часто, ой, я такой разбитый. Знаете, я откуда говорю? Это из моей жизни. О, я Бога не слышу. Это твое состояние. Это твои стены. Компромиссность или грех создал. Что он говорил Каину? Каин бодрствуй. Грех у твоей двери. Бодрствуй, Каин. Бодрствуй, Каин. Грех у двери. Почему? Нам сегодня надо бодрствовать. Если ты Бога не слышишь или чувствуешь, Бог тебя покинул. Либо там какой-то грех, либо компромиссная жизнь. Чуть-чуть того хочу угодить, чуть-чуть другого хочу угодить. Немножко третьего, немножко пятого хочу угодить. Понимаете, дорогие мои? Понимаете? Поэтому только в одных условиях ты не можешь Бога слышать. Когда ты в грехе или когда ты компромиссно перебрал. Компромиссно. Как священник Ильи. Поэтому он не мог слышать. Поэтому было редкостью Слово Божие. И сегодня люди берут Ветхий Завет и просто по-своему трактуют и продают. И народ это ест. Бог слушает. Слушай внимательно. Если ты храм, вот ты пишешь. Если ты храм Духа Святого, значит скажи мне. Храм Духа Святого. То есть Дух Святого в тебе живет. Сколько часов в течение дня? Девятнадцать, двенадцать или двадцать четыре? И сколько дней? Семь на семь? То есть Бог постоянно в тебя. Знаешь, Бог будет из наших учителей много спросить. Что мне учили? Народ Божий. Знаешь за что? Что мне учили? Чтобы они знали, что каждый может слышать голос Бога. Двадцать четыре на семь. Да, он с нами. Двадцать четыре на семь. Бог будет спросить этих учителей, псевдоучителей. Сказать, почему вы не учили мой народ? Чтобы они могут всегда слышать мой голос. Потому что я, я вышел из храма. Что обозначает завеса? Я порвал эти лимиты. Я порвал эти лимиты. Сейчас я живу в каждом сердце. Потому что я вышел из храма, чтобы жить в вас. Как ты смеешь называть, что Бог сегодня молчит? Да слушай, твой позор хотя бы не выставляй на показ. Твою глупость не выставляй на показ. Что Бог молчит. Бог никогда не молчал. Если ты не слышишь голос Бога, слушай, тебе надо покаяться. Ты перебрал многое. Ты в компромиссе живешь. Если человек не слышит голос Бога, если он не в состоянии слышать голос Бога, он в грехе живет. Он в компромиссе живет. Слово Божие сказал, не оставлю, не покину. Раз. Второе. Слово Божие говорит, вы храм Духа Святого. Дух Божий живет в вас. Дух Божий живет в нас. Сколько? Постоянно. 24 на 7. Ну тогда скажи мне, откуда ты берешь эти идеи, эти мысли, что Бог молчит? Ты понимаешь, в чем твоя проблема? Что ты не слышишь Бога из-за твоего компромисса, греха или несостояния духовности? Но очень просто это можно решить. Просто покаяться, сокрушаться. Сказать Бог, знаешь, папа, я перестал тебя слушать. Прости меня, отец. Помоги мне, я что-то потерял. На каком-то повороте я пару звезд потерял. Или пару камней потерял. Прости меня, папа. Я перестал слышать голос твой. А Бог будет требовать от этих современных псевдоучителей, почему они не обуздывали народу. Что он постоянно говорит. Иногда я вижу людей, мне так больно. Я не знаю, что мне завтра. Я не знаю мое призвание. Я не знаю. Представляешь, где вы, учителя? Где вы? Чего вы учите, народ? Бог-то в нас постоянно. Постоянно он в нас. Постоянно. Мы храм Духа Святого. Знаешь, ты когда покупаешь дом, чтобы жить в этом доме, ты не живешь у соседа. Когда мы стали храм Духа Святого, он не живет где-то далеко. Помнишь, это бомжатская молитва? Что за молитва? Однажды вышел такой супер духовный. Я поднял руки. Господь, слава Тебя, Отец. А Бог мне говорит, это куда ты смотришь? Ну, говорит, как куда? Ну, ты не там на небе? Нет, говорит, я в тебе. Оба. Я не знал, сейчас так молиться или так молиться. Он просто поломал мое мышление. Бог, он в тебе. Ты стал частью с Богом. И перестань молиться этой бомжатской молитвой. Якобы Бог там, далеко, а ты тут, одинокий, покинутый. Ой, подумаешь. Ох, достанется этим современным учителям. Да, достанется. Лучше, чем сейчас покаяться. То есть, что случилось в моей жизни? Когда я был, рассказываю часто, когда я был в Колумбии, я реально испугался. Там был в одном месте, не надо мне было быть там. И это изменило мою жизнь. Всякое худо слушать для славы Божьей так же. Все соответствует ко благу. И тот вечер, когда был в Крусейд, там проповедовал, Бог говорит, поворачивайся назад. Я видел семь ангелов огромных вокруг машины. Это, говорит, мой эскорт. Я отправил, чтобы они слушали тебя. После этого, конечно, я сильно наглел. Я стал каруселить по всей Колумбии. Уже пристал бояться. Я понял. И Бог однажды мне сказал. Запомни. Ты плюс я. Это множество. Я всегда в тебе. Я помню, когда был в Колумбии, в гостинице. Зашел в комнату. Это было первый раз. И в комнате я зашел. Лежу в гостинице, в комнате, в постели. Я рядом, с правой стороны, чувствую холод. Вот, аж такой холод на меня прет. Я реально почувствовал нечистое присутствие, демоническое присутствие. Знаешь, мне хотел оттуда, да, я хотел оттуда так ноги делать, так удрать оттуда. Это было так страшно. Это не смешно. Это было страшно. Дух Стой говорил, либо ты научишься сейчас приказывать, либо ты, это будет всегда тебя преследовать. Мы всегда думаем, Бог, это волшебная палка. Вручай мне, вручай, волшебная палка, выручалка. Бог иногда будет ничего не делать, чтобы ты делал. Как история этих орлят. Мама однажды прилетает и начинает их выбрасывать. Идите. Орлята говорят, слушай, мама с ума сошла. И они падают. Из-за страха они открывают руки. Вау. Вместо того, чтобы упасть, они начинают летать. А Бог иногда так будет делать. Я не знаю, это было как, из-за страха, из-за что. Я в этой гостинице так заорал. Говорю, во имя Иисуса, пошел вон отсюда, тварь. Как ты имеешь право зайти в мою комнату? Я сто процентов уверен, что в ресепционной, там внизу, слушали мой голос. Говорю, пошел вон, тварь, отсюда. Вау. Никогда не молись бомжатской молитвой. Якобы Бог там где-то далеко. Это и есть колен того, что люди начинают жить в компромиссе. И начинают болтать. Якобы Бог молчит. Бог в новом завете не молчит. Он в тебе 24 на 7. Ты стал храмом Духа Святого. Если ты не слышишь голос Бога, тебе надо. Ты перебрал. Тебе надо покаяться. Тебе надо этот груз выбросить с тебя. Надо сказать, Бог, прости меня. Я где-то компромиссничал. Я где-то на каком-то повороте. Я потерял мои звезды, мои камни. Я просто потерял. Я каюсь, Господь. Я сокрушаюсь, Господь. Я хочу тебя дальше слышать. Бог всегда говорит. Все время говорит. Он не может молчать. Твой грех. Твой грех ослепляет тебя и делает тебя глухим, чтобы ты не слышал Бога. Твое компромиссное состояние, сердце делает тебя тяжелым. нападем. Бог не молчит. Бог не молчит. Ты храм Духа Святого. Ты не смей назвать, якобы Бог молчит. Это твои проблемы, что ты не слышишь Бога сегодня. Это твои греховные проблемы. Это твои компромиссные состояния, которые ты не слышишь Бога. Бог всегда говорит. Ой, мы живем трудное время. Вот ты будешь жить трудное время. Почему? Потому что ты твоими словами только что открыл духа трудностей в твою жизнь и в твое время. И твое время продал кому? Хроносу. И он возьмет твое время, и он даст свое время. И ты будешь просто пахать для него. Да, это прямой эфир не для слабонервных. И я не собираюсь тут вегетарианские пищи вас кормить. Там много сегодня, куча вегетарианские пищи. Я люблю кармин. Мясо. Мясо. И не скажи, что Бог оставил. Бог покинул мне Бога. Я не слышу. Покаяться тебе надо. Тебе надо покаяться. Он говорит, он до сих пор говорит. Ну, ты только что сказал, что ты храм Духа Святого. Ты храм Духа Святого. Я не слышу. Да. Ты храм Духа Святого. Если ты храм Духа Святого, тогда он в тебе 24 на 7. Хватит ходить хникать, ворчать. Ой, Господь, ой, Господь, ой, Господь. Ты просто наповар. Слушай, слушай, я твердую пищу даю. Я не просто, говорю, ты согрешу. Ты на повороте потерял твои звезды. Ты на повороте потерял твои камни. Тебе надо вернуть эти камни, эти звезды. Я учил об этом. Найди, слушай эти проповеди. Про потерянные, найденные звезды, камни. Ты на повороте просто потерял их. Поэтому ты попал в такой замкнутый круг. Постоянно у тебя одно и то же, одно и то же, одно и то же. Как белка в колесе. Бог, Он говорит. Давайте дальше. Слово Божие говорит. Три свидетельства. Это истина. Не покину, не оставлю вас. Ты храм Духа Святого. Что говорит Слово Ефесянам? 2, 5, 6. Мы посажены в нем. В ком? В нем. В ком? Во Христе. Ты посажен во Христе? Пиши, да. Да-да, сегодня ты будешь потеть, будешь писать. Ты посажен в нем? Ты посажен, правильно? А ты заметил греческий перевод? Говорит, мы не посажены всего лишь 5 часов в течение дня. Ты заметил, что там написано, ты посажен в нем? Постоянно. 24 на 7. В ком? Во Христе. Ты заметил, что ты не посажен ниже или в сзади хвост? Ты видишь, что ты не хвост? И от тебя не воняет? Ты посажен в нем, ты голова. А кто тебя сбил оттуда? Какие мусорные учения тебе сбили оттуда? Когда ты... Ты посажен? Я хочу твой, да. Давай, давай, будем работать. Давай. Давай. Ты посажен в нем? Если ты посажен, тогда ты не имеешь права не слышать голос Бога. Я еще раз повторяю. Если ты не слышишь голос Бога, ты в проблеме, парень. Ты в проблеме. Ты стал как толстый священник Ильи. Ты просто набрал жир. Просто живешь в компромиссии. Боишься назвать вещи своими именами. Да Бог с его не обговорит везде. Через эти ситуации, через эти обстоятельства. Он везде говорит. Он везде говорит. Но надо быть настолько ежим, чтобы не видеть, не слышать. Эти войны, эти поландомия, истерия, эти ситуации. Мир меняется. Это что? Это признаки, что я вот скоро иду. Иду. Бодрствуйте. Оставьте ваши шалаши. Оставьте ваши шалаши. Бодрствуйте. 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 Если ты не слышишь Бога, время тебе покаяться. Ты прибрал этого мира. Много. Алло. Вы слышали такую фразу? Адам. Адам. Где ты? Как я услышал голос твой и прятался. Почему? Подожди, подожди, Адам. Да вчера, вроде, вчера ты общался со мной в прохладе дня. А почему не испугался? А? Грех заставляет тебя прятаться. Грех заставляет тебя прятаться от Бога. Твое компромиссное состояние заставляет тебя прятаться от Бога. Да. Компромиссное сердце заставляет тебя гнать мусор. Называть якобы Бог молчит. Это тупизм. Сегодня Бог не молчит. Потому что Он со Своей кровью зашел. Святое святых. И принес вечное искупление. Чтобы никогда огонь не погас. Никогда огонь не погасло. Никогда. Чтобы ты всегда слышал. Не оставлю ни покину. Давайте четвертое местописание на 7. Мы посмотрим. Говорит, Господь стоит и стучит. Тук. 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 Чтобы ты открыл двери сердца твоего. Ты заметил, что там не написано, чтобы Он зашел с тобой позавтракал. Ты заметил? Он не говорит, чтобы ты зашел позавтракал. Он зашел, чтобы с тобой позавтракал. Ты заметил, там не написано, чтобы Он зашел с тобой пообедал. А вечерил с тобой. Поужинал. Знаете, что обозначает по Ветхому Завету понимание вечерить? Когда приходит кто-то на вечер ужинать, тогда они оставались на ночь. Почему? Да он и знает, что сумраки в твоей жизни будут. Он и знает, что у тебя будет ночь. Он и знает, у тебя будут жизни дни, которые будут ночью. Поэтому он и говорит, не оставлю, не покину. Он специально выбрал ужинать с тобой, чтобы на ночь оставаться, чтобы эти демоны не мучили тебя. Когда демоны мучают, просто что-то ты прозевал. Он стоит и стучит, чтобы оставаться с тобой. Если будут трудности, если будут проблемы, он с тобой. Напиши, он со мной. Напиши, работай давай. Он со мной. Он со мной. Он не хотел просто прийти сделать пти дэж а ла франсайзе. Брекфаст. Завтрак. Он не захотел обед. А после обеда всегда съест-то. Спать надо. А он хотел прийти на ночь. Потому что знать, что в твоей жизни будут темные ночи. Потому что в твоей жизни будут трудности. Поэтому здесь актуальное слово, что дитя не оставлю, не покину, только открывать твои двери. Жмот. Из-за компромисса, из-за греха. Ты перестал меня слышать, говорит Господь. Просто открывать твое сердце. Я хочу, говорит. Прямо сейчас скажет Господь. Я открываю мое сердце. Я хочу, чтобы ты вечерел со мной. Я хочу, чтобы ты поужинал и оставался со мной на ночь. Ах, демонам чувствую. У некоторых, извините, у ваших демонов будет сегодня жарком пахнуть. От ваших демонов будет жарком пахнуть. Он стоит. Тук. 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 Стучит. Это говорит, что он джентльмен. Он не Иоанна 8, 44. Евангелие. Он не вор. Он не убийца. Он не приходит без спроса, чтобы убивать, воровать. Он уважает, потому что он тебе дал право выбора, человек. Он уважает твою волю. Поэтому ты не имеешь права жаловаться. Если будешь жаловаться, я с собой тебя возьму в Гаити и оставлю тебе там года на три. И будешь узнать, что такое слово жаловаться. Ты в раю живешь. Ты живешь в раю. Знаешь, одного гаитского мальчика, если приведу сюда, он, наверное, в омрак упадет. Потому что он увидит, что эти люди белые живут в раю. Если у тебя сильно трудные проблемы, давай я тебя возьму в Гаити. Знаешь что? У тебя проблемы быстро решатся. Ты не имеешь права жаловаться на жизнь. И ты не имеешь права сказать, что якобы Бог молчит. Бог не молчит. Даже Амос имел эти откровения. Амос. Это девиз нашей проросской школы. Даже Амос имел эти откровения. Три сел. Говорит. Я ничего не делаю, пока не открою. Тайны мои. Моим рабам пророкам. Рабам. Знаешь, почему ты иногда не слышишь голос Бога? Потому что ты не в состоянии раба. Ты в состоянии. Указ. Бах. Ты мне обязан. Бах. Ты мне должен. А он ничего нам не должен. Тебе надо прийти в состояние раба. Что? Я вам объясню сейчас. Пятое. Место писания. Пока ты не будешь рабом, ты не услышишь Бога. Павел говорит. Я раб Господа Иисуса Христа. Что, Павел? Слушай, это не модно сегодня. Особенно в харизматических кругах. Не модно называть рабом. Мы братаны Христа. Мы братаны Христа. Не модно говорить об этом. Не модно. А он говорит. Я раб. Эй, вы гордецы. Может, некоторые сомневались в своем смиренности. А я говорю. Это один из наивысших уровней смиренности. Смотрите. Есть две сильные мерила смиренности. Уровни смиренности. Запиши. Это тебе надо будет всю жизнь. Одно. Показывать. Именно символ раба. Потому что раб не имеет своего выбора. Вы согласны со мной? Поэтому апостол Павел хотел показать, что он раб Господа. Что он не имеет права выбирать. Не имеет права что-то сказать. Раб не говорит. Я сегодня много работал хозяином. Короче, я иду отдых. Он сделал, строит отдых. То есть, говорит, я обязываюсь жить и служить. То есть, он говорит, это показывает в наивысшей ступень смиренного сердца. Поэтому он говорит, я раб. В другом месте уровень рабства описывает Христос. Он говорит, Божий Агнец. Что? Это наивысший уровень смиренности. Агнец. Любой может управлять Агнецом. Агнец это не баран. Агнец это не козел. Любой человек может везти, куда хочет Агнец. То есть, он такой послушный. Эти два образа, они несут наивысшая ступень смиренности. Раб и Агнец Божий. Ты тут? Пиши, Аме. Тебе надо поделиться этим эфиром. Это завтра окажется в Ютубе так же. Понимаешь? Тебя надо понимать. Пятое. Говорит. Бог живет в смиренных сердцах. Что? Бог живет до тех пор, пока ты смирен. А когда ты смирен, ты всегда можешь услышать голос Бога. Это доказывает, дает факт, почему ты не в состоянии слышать голос Бога, потому что у тебя не смиренное сердце. У тебя ложная смиренность. Ты хочешь угождать людям. Твоих подписчиков, не знаю, кого. Это ложная смиренность. А Бог живет в смиренных сердцах. Тот, кто смирен, он всегда слышит. Что? Бога. В другое место Песиана, шестое. Иисус говорит, мои овцы слушают моего голоса. Ты заметил, даже греческий перевод ничего не говорит. Не говорит, те, которые выше уровень, те, которые пастора или апостолы, или прихожане. Нет. Он говорит, мои овцы, ты кто? Ты кто? Ты кто? Задай себе вопрос. Ты кто? Тот, кто угождает Бога. Мои овцы слушают моего голоса. Скажи мне, там написано, мои овцы, знаете, в кавычках, звездочка справа или слева. Частично слушают моего голоса. Если ты сегодня не слышишь голос Бога, ты не его. Ты не его. Нет, я принял Христа, я Духом Святым грешен, я водой также. Но ты бунтарь. Ты компромиссный. Ты подгрешиваешь по ночам. Смотришь ненужные вещи. Или критикуешь критикан. Или не то делаешь. Или что-то берешь, которое, якобы ты называешь, неправильно лежит. Да, да, да. Храни, ма, храни сердце твое. Оттуда источники. Помните, четвертая, в притче четвертой главе написано. Храни сердце твое. Оттуда источники. Халилюя. Слава Богу, дорогие мои. Если ты его, значит, ты слышишь его голос. Аминь. Если ты его раб, он откроет тебе свои тайны. Аминь. Если ты его храм, значит, что он тебя с тобой всегда 24 на 7. И он тебя всегда будет, всегда будет поддерживать. И всегда будет с тобой разговаривать. И запомни, он сказал, что не оставлю, не покину. Не смей мне называть. Ой, у меня так трудно. Не смей. Не смей. Не смей. Ой, Господь, я тут... Ты мне не слишься. Он тебя слышит. Он тебя слышит. Он сказал, не оставлю, не покину. Он сказал Ефесянам, что ты посажен. Посажен – это не отсажен. Посажен в нем. Поэтому не перестаньте просто слушать всякого мусора. Якобы Бог сегодня молчит. Бог не молчит. Бог в вести говорит. Отовсюду. Всюду говорит. Входи на природу. Увидишь, как Бог с тобой разговаривает. Просто приходи на колени. Увидишь, как Бог с тобой разговаривает. Ходи, кушай, смотри. Везде Бог говорит. Сегодня, как никогда. В Ветхом Завете, может, из-за компромиссного и греховного, толерантного состояния людей, они не слышали Бога. Бог молчал. Но в Новом Завете такого нет. И нигде не найдешь. Только 30 минут какое-то время был молчание. Это в откровение. Чтобы переходило другое. Но это не говорит, что он молчал. Это был процесс. Аминь. Бог в тебе правда. Ты храм, правда? Вау. Ты уже хотячий пророк. Тебе осталось только приходить на школу. Вооружаться и дальше двигаться. Аминь. Аллилуйя. Бог любит тебя. Аминь. Родные мои. И запомните. Бог сегодня говорит, как никогда. Бог сегодня говорит, как никогда. Аминь. Берите откровения. Вооружайся. И не спей. Не смей называть. Якобы Бог оставил. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу, дорогие мои. Я оставлю этот эфир. Берите, поделитесь в ваших сторисах. Ваших. С вашими друзьями. Пусть посмотрят. Пусть освобождается. В последнее время всего хватает. Но. Храни сердце твое. Потому что оттуда декут источники. Дорогие мои. Люблю вас. Давайте помолимся. Папа, спасибо тебя. За это время. За это слово. Я благодарю тебя, Господь. Я благословляю каждого. Во имя Иисуса Христа. Господь, чтобы каждый сейчас вооружался этими оружиями. Этими местописаниями. Этими откровениями. Чтобы он. Если ты когда-то говорил, Бог молчит. Или не слышишь Бога. Тебе надо покаяться. Скажи, я каюсь, Господь. Я перевооружаюсь. Что я твой храм. Что я твое. И я слышу голос твой. Что я посажен с тобой. Я посажен с тобой, скажи. Я посажен с тобой, скажи. Я посажен. Я храм Духа Святого. И Бог сегодня больше говорит, чем никогда раньше. Бог говорит со мной. Бог говорит мое сердце. Я слышу голос Бога. Если сегодня какие-то голоса, какие-то компромиссные состояния, или боязнь, или страх. Или грех останавливали, чтобы я перестал слышать голос Бога. Я говорю, я разрушаю и отвлекаюсь от этого во имя Иисуса Христа. Говори, Господь, вот я храм Твой. Ты во мне. Ты. Говори, всегда и все время и всякое время, потому что в Новом Завете Бог живет в тебе 24 на 7, вечно, именем Иисуса Христа. Господь, покрывай этими откровениями, покрывай Господь, пусть вооружается и разрушает всякую ложь. Я молюсь поколениям бескомпромиссных детей Божьих, я молюсь во имя Иисуса Христа, я молюсь именно людей, чтобы горели, горели, взяты были на удел своим сердцем, именем, чтобы продолжали слушать во имя Иисуса. Покрывая именем Иисуса, Богом дано мне власть, в Иисусе Христе покрываю каждого во имя Иисуса. Пусть мантия смирения покроет каждого, чтобы они всегда понимали, что они являются храмом Духа Святого, и Дух Святой живет в них, и они имеют право всегда слышать голос Бога. Во имя Иисуса, пусть Божие покровительство будет на вас, именем Иисуса призываю ответы на каждого, над каждым. Во имя Иисуса ответы, долгожданные ответы, высвобождаются в их дух, в их жизнь. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь, спасибо, Папа, за все тебе слава. Халлилуйя, халлилуйя. Прорыв за прорывом. Потому что ты являешься его храмом. Дай жару этим проблемам именем Иисуса. И запомни ключевое. Он стучал, чтобы зайти вечереть, ужинать с тобой, чтобы оставаться на ночь. Потому что будут сумерки. Потому что демоны придут. Где темно. Где будет трудно. А Иисус там. Иисус там. Он с тобой. Ты не один. Все время и всякое время. Он пришел на ночь, чтобы защитить тебя. От демонов. От темных минут в твоей жизни. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Просто принимай. 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 Примешь праведника, получишь. Примешь пророка, получишь. Да получай во имя Иисуса Христа. И скажи. Новое время. Историческое. Для меня. Для моего служения. Для моей семьи. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Горите для Бога. Горите. Живите под временем Божьем. Ай, это сильно. Это не сказка. Это не сказка. Я в его время же.